Хлеб на каждый день Мы читаем со второй книги царств, с 24 главы описания этой истории. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иаву с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан и остановились в Аро-Ере на правой стороне города, который среди долины Гадовой. И там перечисляется ряд мест, я не хочу сейчас занимать время, как они проходили, по каким городам. И пришли к укреплению Тира, и еще города перечисляются. И через 9 месяцев и 20 дней вернулись в Иерусалим. И подал Иав в список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидову после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я. Сознаться откровенно долгое время я не мог понять, что именно было порочного в народной переписи. В чем был грех царя Давида? За что наказание? Оказывается, когда Давид, зная цифры, 800 тысяч мужей и 500 тысяч мужей, получается 1 миллион 300 тысяч воинов. Он сразу же может определить свое место на шкале рейтинга военной мощи государства Израиль в сравнении с другими государствами. То есть, теперь мы сами, своею силою и воинством, а не духом твоим, Господи, теперь мы сами знаем, кого будем душить, перед кем будем заискивать. Вот она политика, друзья. Политика и есть умение вести расчет. Все познается в сравнении. Вопрос только, кого с кем? Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания. Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова